Дисклеймер. Это видео снято в контексте пародии, сатиры и комедии. Обидеть и задеть никого не пытаемся. Мы не пропагандируем алкоголь, курение и запрещенные вещества. Приятного просмотра. Музычку какую? Что за? Мне точно простят мои гвизни. Сука, да не кусайся. Симулятор, блять. А если бы меня когда-нибудь спросили, чувак, кем ты хочешь быть в следующей жизни? Я, наверное, не раздумывая, ответил Дональдом Трампом, ведь он ненавидит в интернете куда больше, чем меня. Но после, после, я бы точно хотел быть Ольгой Бузовой. И это даже не потому, что она снималась в лучшем миди-шоу, и я, кстати, не о Доме-2. Ниагарский водопад. Ниагарский водопад. Ниагарский водопад. Понимаете, такой человек, который просто собрал в себе все лучшее от этого мира, и теперь со скоростью кометы Галлея обрушивает на нас свой неписанный талант и красоту. Я считаю, что Ольга Бузова по праву должна называться самой, 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 самой бесполезной женщиной на планете. Знаете, я проебал тот момент, когда Бузова начала появляться, ну, просто отовсюду. Но проанализировав, понял, что ее хайп начался, по сути, только после того, как она развелась. Развелась с человеком, чья профессия, по сути, еще более бесполезна, чем занятие видеоблогингом. Футболистом. Если приглядеться на их свадебное фото, можно увидеть рейпера Текилу, который очень плохо поет. Но это не главное. Слева от него стоит молодой парень азиатской внешности, который своими руками показывает один из существующих замаскированных символов церкви сатаны, что описано в книге Антона Лавея. Помимо этого, он может напрямую являться потомком Шамсунга, прислужника Шаокана и одного из самых опасных колтунов. Ну и, исходя из всего этого, можно смело утверждать, что рейпер Текила бездарный музыкант. А Бузова бежала из сектора. В своих же песнях Ольга не раз пыталась донести до нас скрытый смысл, всячески намекая, что мир поделен пополам между богом и дьяволом, и каждая из сторон пытается подчинить оставшуюся половину человечества. А в ее клипах идут отсылки на оккультные обряды с полной их экранизацией. Хотя, давайте не будем усложнять. Они просто говеные. Когда я впервые увидел ее клип... Блин, ну вообще клип отличный. Блин, ну вообще клип отличный. Да я подумал, какого черта, кто этот ваш эксимаром? Почему именно он представляет все рэп-комьюнити на Западе? Его сравнивают с этим, блядь, Сямаром, Хаямом, Ламаром, блядь, Меладзе. Ну вы поняли, короче. Ведь Бузова, она куда более хоуми, а вот ее этот автозагар делает практически черный. Будь она еще чернее, то наверняка начнет жить на пособии и грабит в супермаркете. Супермарк... блядь, я знаю, о чем говорю. Ольге нужно отдать должное. Она все-таки очень известный, занятой человек, который много делает для нашего с вами общества. Для вклада в эту великую страну. Эти постоянные съемки, гастроли, съемки, съемки и УВН. Человек настолько занятой, что у него банально нет времени отдохнуть. И за это, я думаю, мы должны с вами, как бы, поблагодарить Ольгу. Оля, давай быстрее. Позоверительное выступление в детском доме. Сука! Я же тебе сто раз говорил, будешь не мешать, я тебя своими руками убью! А вот так ждите, сироты! Сироты, сироты! Обомни, ты подумал, как мне работать? Высоты нюхать приходится! Я тебя умоляю, пойдем быстрее! Я думаю, у Бузовой появился уже 101-й! ААААæ И это все?! Нет, серьезно, и это называется Скилл?! Нет, держусь, тебе так говно?! Сейчас я вам всем понимаю! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тихли! А pasuz! Все, все, смотрите! Смотрите, то что она делала эта хуйня, все готово! Готово? Смотри! А еще я тебе мебель разъебал, но это мелочи. Как вообще можно оскорблять девушку? Брась. Ты лохудра бестолковая. Ай! Ты чего? Я просто нет человека, который бы за меня заступился. Который бы пришел и просто втащил ему. Оля, мне кажется, твоя главная проблема это отсутствие нормального продюсера. Человека, который защитит тебя от нападок хейтеров, подгонит тебе бабок и покажет, что такое настоящий шоу-биз. И если у тебя нет такого человека, то я с радостью готов поделиться с тобой контактом. У меня как раз есть такой знакомый. Если что, звони и ты ведь знаешь мой номер. Если берете два природа, один даст в жопу. Это я вам могу гарантировать, как продюсеры говорят. Дядь Сережа! Пошла нахуй! В смысле? В смысле? Я вам перезвоню. Что надо? Дядь Сережа снова обижают хейтеры. Хейтеры обижают? А ты знаешь, как надо с хейтерами общаться? Как? Ну вот смотри, к тебе подходит хейтер, да? Вот что ты сделаешь? Я заплачу и убегу. Неправильно! Правильно что делать? Идешь ты по улице спокойно, да? Все дела. К тебе подходят хейтеры. Угу. Пальцем показывают и кричат. Оооо, это пузо, грязная и вонючая шлюха. Так и бывает. Так и бывает. Ты берешь, встаешь в стоечку. Ага. Ага. И как хуя! Дядь Сережа, что вы делаете? Ты что, моя мама шлюхой назвала? Дядь Сережа, это девушка! Страх потерялась, животные! Дядь Сережа! Стоп! 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 Мальчишки чистые, я их сам проверяю каждую неделю в КВД ходим. Да я же сам пользуюсь. Стал бы я вам продавать, если бы сам не пользовался. Да. Сейчас, секунду. Ну что, помогло? Помогло, дядь Сереж. Теперь меня не хейтят все, а жалеют. Это правильно, блять. Это правильно. ЩА- Да. Да это там ничего серьезного. Так мы берем или нет? Нормально, они чё угодно сделать. Главное бабок дайте. Руслан. И вот в этом говнее я снялся? Чё. Чувак! Сделай уже наконец хоть что-нибудь нормальное Я не знаю Накорми бездомных животных Или сходи в храм Свечку поставь Да, и мужик, пока не снимешь нормальный ролик Даже не звони нам Пацаны, вы серьезно? Так, все, чувак, нам пора Нам еще битву лимонадов 2, а с ним отмерть Пойдем Ну вы серьезно? Я тоже? Господи Ну и срамота Дай бог Разведить этих грешников Вы что-то сказали, святой отец? Не, не, ничего Соси дальше Ох, ох Ох